Бажаю здоровья, шановные украинцы. Завершается уже пятый день этого тижня. Рассмотрели на ставке ситуацию с поставками оружия, общую ситуацию с защитой государства. Уже готовимся к новому Рамштайну, в том числе и об этом говорили. О новых опциях в обороне, которые должны открыть для Украины вместе с партнерами. Второе, что важно на этой неделе, наш дипломатический марафон. Лондон, Париж, Брюссель. Всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества. Боевой авиации. Но над этим нам надо еще поработать. Я был очень рад услышать и увидеть, что наши ребята в Британии быстро учатся управлять челленджерами. Я был очень рад убедиться, насколько британцы хотят, чтобы мы победили. Все это вдохновляет. Я благодарен господину премьер-министру, парламенту Британии и всем британцам. И, конечно, его величеству королю. Фундаментальная встреча состоялась во Франции с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Мы втроем провели переговоры, и это правильный разговор. Раскрывать его детали неправильно. Но можно сказать, что мы услышали друг друга. Франция, Украину, Германия, Украину. Партнеры услышали нашу позицию, наши аргументы. Будет больше поддержки. И я благодарю за это господина президента и всех французов, господина канцлера и всех немцев. Чувствуется это понимание, что защита Украины – это защита интересов и наших партнеров. Брюссель. Заседание Европейского совета и наш специальный формат переговоров после заседания. Переговоры с лидерами ЕС не только в рамках Евросовета, но и в рамках специальных встреч, которые состоялись после саммита. В общем, я встретился со всеми лидерами Евросоюза. А теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества. Третье. Европейский парламент. Это было не просто мое обращение как президента Украины. Это был символический момент. Определенный ценностный итог пути, который мы прошли в отношениях с Евросоюзом. И начало нового этапа, когда Украина в Европейском парламенте, в Европейском совете и других институтах Евросоюза уже не гость или партнер из-за границы ЕС. Когда Украина становится полноправной частью Евросоюза. На этой неделе я сказал много слов благодарности нашим союзникам и партнерам, всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь представлять Украину. И я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Вы слышали и видели, как приветствуют Украину. Это то, что сделали мы все вместе. Это то, как приветствуют вас. Я горжусь украинской смелостью. Я горжусь украинской несокрушимостью. Я горжусь украинской результативностью. Я горжусь вами всеми, кто воюет и работает ради нашего государства. Кто поддерживает фронт и государство. Спасибо всем вам. Конечно, отдельно хочу сегодня отметить наших летчиков, всех наших бойцов воздушных сил. Каждого и каждую, кто защищает украинское небо. Пока, к сожалению, мы не можем сбивать все российские ракеты. Но все эти десятки ракет, которые каждый раз сбиваем во время массированных налетов, это каждый раз сотни спасенных жизней. И это спасенная инфраструктура. То, что дает жизнь народу. Я благодарю вас, воздушные силы. И мы сделаем все, чтобы у вас были современные и эффективные крылья. Исторические результаты для Украины всегда ближе, чем может казаться. Слава нашим воинам. Слава нашему прекрасному народу. Слава всем в мире, кто отважился бороться за свободу вместе с нами. Слава Украине!